МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний день считается очень современным и правильным обследовать ребенку генетика. Скажите, как можно предотвратить те заболевания, о которых вы сейчас сказали? Почему в Европе первый раз только начинают рожать в этом возрасте? Почему у нас такой барьер? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, хотела бы уточнить, с какого уровня, допустим, предков надо брать генетические вот эти анализы, чтобы понять, что ребеночек все-таки в дальнейшем будет здоров. То есть, несомненно, у родителей, допустим, у предков, у бабушек, у дедушек, до какой ступени надо дойти, чтобы у всех взять анализы, чтобы ребенок был... Я думаю, точно не надо дойти. Что говорят об этом генетике? Чем больше поколений вы знаете, тем лучше для генетика. Но обычно обращаются к генетику те семейные пары, у которых в семье уже есть случаи заболеваний наследственных в таком плане. Ну, я не думаю, что мы знаем очень много о своих поколениях, поскольку не было тогда такой диагностики, и люди умирали непонятно от чего. Да, пожалуйста. И второй вопрос, я просто две секундочки займу. То есть, мне вот даже предлагали, допустим, после восьми недель сделать генетический анализ. Оговорочку попрыгнуть. Вот. И то есть, а насколько там будет видно, то есть, все показания, противопоказания, вот восьминедельный эмбрион, то есть, насколько он раскрыт для этого анализа? Потому что анализ довольно-таки дорогой, и делается не у нас. Надо уточнить, какой именно анализ? Ну, который делается в Америке, и стоит более 50 тысяч рублей. Который по вашей крови? Ну, это на хромосомную... Нет, по крови эмбриона. Или... Я так понимаю, это неинвазивный перинатальный тест, вы про этот имеете в виду. Неинвазивный перинатальный тест, который делается в Америке. Да, 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 перинатальный тест более глубокий, который не поверхностный, а глубокий. А что, есть сегодня какие-то анализы, которые не делаются в России, и нужно отправлять на диагностику в Америку, пока кровь долетит, но как-то это все? Неинвазивный перинатальный тест, вот как раз по фитальной ДНК, который определяет хромосомную патологию, он делается в Америке, но и делается у нас в России тоже. Где? Каком городе? Ну, в Москве это делается, в Петербурге, я думаю, это делать. То есть, у нас есть лаборатория, называется ДОТ. Цена вопроса такая? Почему люди отправляют анализы в Америку? Или они больше доверяют американцам? Во-первых, в Америке это произошло раньше, и у них анализы более точные, и у них больше исследований, и пройденных, так скажем, анализов от женщин. И цена вопроса одинаковая, что наш тест российский стоит столько же, сколько американский. Давайте посмотрим второй сюжет, причины и виды наследственных заболеваний. В основе наследственных заболеваний лежат мутации генной информации. Они могут быть выявлены у ребенка сразу после рождения, а могут проявиться уже у взрослого человека спустя долгое время. Появление таких заболеваний связано с тремя причинами. Нарушение хромосом, изменение структуры хромосом и генные мутации. К причинам такого наследственного заболевания, как сахарный диабет или гипертоническая болезнь, относятся также неправильное питание, перенапряжение нервной системы, ожирение и психические травмы. Видами наследственных заболеваний являются генетические болезни, которые возникают в результате повреждения ДНК на уровне гена. Хромосомные болезни к ним относятся синдромы Дауна, Эдвардса, кошачьего крика и другие. А также болезни с наследственной предрасположенностью, мультифакториальные. Статистика показывает, что из тысячи новорожденных у 35-40 выявляются различные типы наследственных заболеваний. А в смертности детей в возрасте до 5 лет хромосомные болезни составляют 2-3%, генные 8-10%, мультифакториальные 40%. Частота хромосомных аномалий у новорожденных составляет от 0,6 до 1%. На стадии 8-12 недель их имеют около 3% эмбрионов. Среди самопроизвольных выкидышей частота хромосомных аномалий равна примерно 30%, а на ранних сроках до 2 месяцев 50% и выше. Сегодня очень чистые выкидыши и замерзшие беременности. Конечно же, родители переживают, но врачи очень часто говорят, природа умнее, и, наверное, там были какие-то проблемы, патологии. Вот у меня вопрос к психологу Тамаре Чебаевой. Какие доводы вы приводите мамам, которые обращаются к вам с подобными проблемами? Ну, здесь очень сложный вопрос. Скорее всего, надо все-таки исходить, как ни странно сейчас это звучит, из интересов ребенка. Если ребенок решил уйти еще до рождения, значит, так оно и должно быть на самом деле. Из точки здравого смысла в том числе. Потому что мы все не можем смотреть спокойно на людей с какими-то врожденными патологиями. Я по первому образованию детский доктор, реаниматолог. И, поверьте мне, врачи тоже плачут. То есть к этому привыкнуть просто невозможно. Когда из роддома привозят ребенка, у которого, например, нет пищевода. Или он родился с пупочной грыжей. Что такое пупочная грыжа? То есть это когда просто все внутренности брюшной полости лежат сверху. И если после таких доводов у мамы появляется желание дальше спорить с докторами, то тут уже вопрос решается более длительным путем. Но в итоге все равно до человека удается достучаться. Потому что если это мама, она всегда исходит из того, что не хочется, чтобы малыш мучился. Правда? Вот. То есть вопрос очень сложный. Потом здесь же еще вопрос как раз по диагностике преждевременной. И очень часто, да, мы знаем, что тесты не совсем точные. Но очень часто бывают случаи, когда женщины тоже к нам обращаются на консультацию. Когда генетики дают заключение, что продолжать беременность нельзя. И тут очень сложный моральный вопрос, сохранять ли эту беременность. А вот вы себя представьте на этом месте. То есть в родении ребенка с патологией, когда он существует дальше в животе, и нет никакого выкидыша. Да, да. А врачи это видят. И встает вопрос, что делать. Ну, и здесь уже я знаю женщин, которые оставили. Это абсолютное решение мамы. Давайте вспомним Эвелину Блёданс. Огромное количество известных и не очень известных женщин, которые делают свой выбор и рожают ребенка. С патологией, понимая, что это их крест. Это такая очень, наверное, сложная моральная история. Мне хочется спросить в зал, у кого были замерзшие беременности или выкидыши, и что показывали анализы? Поскольку большое количество замерзших беременностей и выкидышей показывает, что с ребенком было все в порядке. И врачи не понимают причину, либо все-таки были какие-то патологии. У кого какие случаи? Очень часто у женщин возникает замирание беременности. И действительно, плод здоров. И врачи не понимают, почему это происходит. Наверное, это связано, мне кажется, с диагностикой в нашей стране. Она немножко хромает, да? Потому что все-таки за рубежом это более развито. Хотя вроде бы и лаборатории у нас те же есть, и цены такие же. Но вот наблюдаю сама я биолог и занимаюсь ролью вообще кишечных бактерий на здоровье человека. Мы делаем бактерии, исследуем на животных, на людях. И очень часто замечают такую вещь, что мамы почему-то обращаются к врачу только когда у них возникает... Ну, во время беременности, только тогда, когда они становятся мамами. Почему до этого? Планирование семьи начинается не с момента беременности. Планирование семьи начинается гораздо раньше. Это с момента отношений с мужчиной, с момента половых каких-то отношений, и уже которые ведут к беременности. И все это связано со здоровьем. И самое главное в здоровье все-таки это комплексный подход, это питание, это психологический стресс, да, исключения для здоровья ребенка тоже также очень важны. И почему, непонятно, медицина все-таки не занимается профилактикой, а больше занимается уже диагностикой, уже патологией. Наверное, это женщина должна дойти до врача, чтобы ей занимался врач. Да, вот такой вопрос, да, как раз вопрос в том, что у нас все-таки, ну, мы все привыкли на себя надеяться, что это мы должны дойти. Но вообще есть ли у нас в стране такая вот программа государственная по образованию людей, то есть по образованию мам будущих, по образованию мужчин. То есть, вот я знаю, что в Японии, например, в Америке уже, ну, начиная с питания, начиная с профилактики сексуальных отношений, идет программа. У нас в России все надежда как бы на человека. Есть ли у нас программы по профилактике заболеваемости? Потому что вот, насколько я знаю по своей работе, у нас вот есть такая фраза «врождение породы». Когда животные приезжают, американцы, и мы смотрим, что теленок рождается больным, его просто, ну, его просто убивают. Люди, ну, к людям такого отношения нет, это животные. Но для того, чтобы порода у животных была здоровой, больных просто убивают, ну, убирают, да, уничтожают. Какая, какая, да, какая профилактика у нас потому, чтобы не было вырождения породы людей? Вот вопросы. Мне кажется, даже не врачам надо задавать этот вопрос, а каждой женщине, наверное, начать с себя. Более того, планирование беременности – это планирование. Не каждая семья, вступая в брак или просто поддерживая отношения, планирует ребенка. Это очень часто происходит случайно. И тогда уже женщина идет с тем, что, как говорится, имеет. Вот и у нас, получается, вопрос возникает только во время беременности. Но планирование семьи – это намного раньше, намного… Вопрос, есть ли программа государственная по образованию женщин? Коротко сформулирую. Ну, как видите, не только при беременности и вообще при секс-заболеваниях. У нас как-то в России страдает профилактика заранее всего этого. Мы как-то любим больше лечить. Мы говорили уже в одной из наших предыдущих программ, что все-таки, наверное, надо начинать здоровье с себя, да, и в своей язве желудка или в каких-то вопросах. Но на стране это, то есть это на себя надежда в основном. Вопрос еще у кого? Я хотела спросить. Я мама сейчас на данный момент, но у меня была первая беременность замершая. И мы готовились к нашей беременности. Я делала обследование, причем даже не в Уфе, я делала в Германии. У меня совершенно идеальное здоровье, моего мужа тоже. И момент перед беременностью у меня было обследование еще дополнительно, на котором мне сделали рентген, на который свалили мою замершую беременность. Действительно это возможно? И есть ли какие-то последствия лекарств, которые мы принимаем в повседневной жизни, антибиотики, какие-то там повседневные вещи, действительно она вот эти замершие беременности? Либо это просто генетический сбой? Но замершая беременность может быть, естественно, очень много различных причин. Иммунологические, генетические и различные другие. Генетические причины в основном, они происходят случайно. Просто как естественный отбор происходит. В основном случайно. Насчет рентгена и лекарственных препаратов. Обычно есть такое правило, все или ничего. Если воздействовало рентгенское излучение, либо принимаются какие-то препараты, то в сроке 1-2 недели, если произошло замирание, то это считается как естественный отбор. Какие препараты, которые мы принимаем в обычной жизни, могут влиять на дальнейшие замершие беременности или какие-то, в принципе, проблемы у ребенка? В принципе, все лекарственные препараты, они противопоказаны при беременности. В основном все. Мы говорим до беременности. Да. Есть ли какие-то, ну, я не знаю, сейчас грубо скажу, там, кто-то пьет аспирин на ночь. Или еще какие-то витамины, лекарства. Ну, курение. Да, в принципе, нет. Если только от курения, то, скажем, генетические какие-то поломки будут хромосомные, и то плохая экология. То есть от сигарет могут быть генетические поломки в организме женщины? От чрезмерного курения могут быть, увеличивается риск рождения ребенка с хромосомной патологией. А от антибиотиков? Регулярных? Ну, например, вот сейчас я принимаю антибиотики, и вот получилось так то, что я могу забеременеть. Мне сразу заранее что-то предпринимать или как? Ну, надо, во-первых, посмотреть, что это за антибиотики. Есть различные группы препаратов, к каким-то классам они относятся, которые не влияют там. Что показали анализы вашей замерзшей беременности? Ничего не показали. Не делали? Нет, делали анализы, совершенно все нормально. Мы сами с мужем после этого тоже сдавали различные анализы. Причем тоже в сети мать и дитя, но это было еще в той сети, которая в Сипаилово. Совершенно все нормально, то есть непонятно. И через три месяца я забеременела, и это, фу, все произошло отмечательно. У кого есть в семье, и вы знаете об этом, какие-то наследственные заболевания? Если 10 лет назад, например, большинство из них были обречены, то сейчас кто-то уже, получая лечение, продляет свою жизнь, улучшает качество жизни и так далее. Мы не можем говорить, что наша медицина все-таки не идет вперед. Партнеры проекта. Клинический госпиталь «Мать и дитя». Семейный клуб «Любящие сердца». Стоматологическая клиника «Армдэнс». Городской центр подготовки к родам «Маленькое чудо». Велнос-центр «Слим-клуб». Каждый день мы видим рождение нового человека, слышим первый крик ребенка. И это счастье быть причастным к чуду. Нам доверяют самое дорогое. Здоровье матери и ребенка. Мы ценим ваше доверие. Клинический госпиталь «Мать и дитя». Клинический госпиталь «Мать и дитя». Продолжение следует...